Афганистан. Государство Юго-Западной Азии, страна воинов и поэтов с 5000-летней историей, большую часть территории которой занимают горы, каменные пустыни и сухие степи. На юге и востоке Афганистан граничит с Пакистаном, на западе – с Ираном, на севере – с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, входившими в состав СССР до 1992 года. Историю Афганистана о войне 1979 года и героической борьбы народа рассказал наш земляк, воин-интернационалист Виталий Васильевич Пычков. Призвался в 84-м и моя служба началась. Молодым пацаном пошел в армию, туда приехали, не знали, ну как, ну как всегда, не знаю же, молодой, о, это, туда приехали, туда, ну, такое впечатление такое, ну так, когда прилетели, ну, как вам сказать, автобусы подошли, все разбитые такие, и ураган такой получился, ну как, нас в автобусы посадили, быстро-быстро, по палаткам, пораскидали нас, по палаткам, и все, и служба началась. Виталий Бычков отчетливо помнит, как юные солдаты в те нелегкие годы отправлялись на операцию. Перевал Саланг, высотой более 3800 метров над уровнем моря, был самым сложным и опасным участком автодороги. Он соединял узбекский Термес и афганский Кабул. Это был маршрут снабжения и доставки советской помощи Афганистану. Ехали на операцию через перевал Саланг, до самого Харатона. Когда туда поехали, я помню, как первую колонну пропустили, первую колонну, а нас немножко в сторону загнали, первую колонну расстреляли, получается так. Если бы нас пропустили первую, мы бы попали, получается. Ну, хорошо, наши вертолетчики помогли нам. На перевале Саланги сошла лавина один раз, и мы там ночевали. Ну, как, мост снесло, и мы там на перевале Саланги ночевали. Да, и все, по сторонам поглядывали. Будучи 18-летним юношей из Экибастуза, в составе шести человек бок о бок проживали то время, вспоминает Виталий Васильевич. Вот мы вместе, вот мы три друга были, вот эту машину мы передали. Война продолжалась 9 лет и закончилась выводом советских войск 15 февраля 1989 года. Официальные потери СССР составляют почти 14,5 тысяч человек. Назад ждали молодежь, когда нас заменят. Ну, замена очень долго что-то шла. У нас почему-то, я не знаю, как бы получилось. Ну, долго, не знаю. Потом 4 месяца ждали, пока нас дембелизует. По возвращению домой, в родной Экибастуз, Виталий Васильевич устраивается на работу, создает семью и воспитывает детей. Время быстротечно. Сражения кончаются, а история вечно. Ушла в историю и афганская война. Ну, это не передать, не рассказать. Ну, как вот, надо быть там, армейскую службу. Ну, надо пройти, надо мужчиной быть. Не хватит слов, чтобы все рассказать об Афганистане. Пока будут одолевать фронтовые раны тех, кто воевал на Кундузе и Кандагаре, пока будут ходить к обилийскам матери и дети погибших в афганской войне, эта тема останется для нас живой. Субтитры создавал DimaTorzok